Ролик взят для перевода с канала GeoHistory. Сто лет назад окончилась война ожесточенности и масштаба которой мир никогда не видел прежде. Война, в которой участвовали около 60 миллионов солдат по всей планете. В этом видео мы отследим причины, события и последствия Первой мировой войны. Чтобы понять причины Первой мировой войны, начнем с 1871 года. Конечного этапа франко-прусской войны между Французской империей и Северо-Германской конфедерацией в союзе с южно-германскими государствами. После шести месяцев сражений Франция терпит поражение и победители объединяются, формируя Германскую империю. Эльзас и Мазель аннексированы новой империей и это серьезная потеря для Франции. В последующие годы Германия значительно развивает свою промышленность и экономику, а также заключает союзы. Сперва с Австро-Венгерской империей и затем с Италией, которая недовольна колонизацией Туниса французами. Они образуют тройственный союз. Германия, возрастая по силе и статусу, начинает колонизацию африканских территорий. В свою очередь Франция вступает в союз с Российской империей и тайно заключает пакт о ненападении с Италией, чтобы в случае войны избежать Второго фронта. Британская империя опасается усиления германской армии и в особенности ее флота. Британия прекращает свою политику изоляции, сближается с Францией и затем с Россией. Вместе они формируют Антанту. На Балканах Австро-Венгерская империя аннексирует Боснию и Герцеговину. Это идет вразрез с интересами соседней Сербии, которая мечтает о будущем объединении южнославянских народов. Она взывает к России и та заключает с Сербией формальный союз. 28 июня 1914 года в Сараево молодой сербский националист из Боснии убивает наследного принца Австрии и его жену. Австро-Венгрия обвиняет Сербию в организации этого нападения и, несмотря на предупреждение России, в следующем месяце объявляет войну. За несколько дней конфликт распространяется на страны Антанты и Тройственного союза. Лишь Италия на какое-то время сохраняет нейтралитет. Германия рассчитывает, что России потребуется время на приведение армии в готовность и планирует нанести поражение французской армии, сконцентрированной на востоке страны, путем захода с севера. С этой целью Германия вторгается в Люксембург и Бельгию, находящиеся под защитой Британии, пренебрегая их нейтралитетом в конфликтах. Французская, британская и бельгийская армии вынуждены отступить. Опасаясь захвата Парижа, французское правительство переезжает в Бордо. Но армия Германии сменяет курс, чтобы продолжить окружение французов. Затем она подвергается фланговой атаке со стороны французов и отступает, что ознаменовывает провал плана Шлиффена. Новая цель Германии – это занять стратегические порты Кале, Дюнкерк и Булонь-Сюр-Мер, чтобы прекратить британское снабжение. Бельгийская армия не может противостоять продвижению превосходящей ее армии Германии. Принимается решение открыть шлюзы и затопить долину реки Изер. Армия Германии остановлена и линия фронта укрепляется на протяжении 700 километров от Северного моря до Швейцарии. Линии фронта на западе стабилизируются, и Германия направляет свои войска на восток для противостояния российскому наступлению, оттесняющему Австро-Венгрию. После некоторого колебания Османская империя решает поддержать войне Германию. Это создает несколько новых фронтов. Один на Кавказе, второй на Синайском полуострове против британского протектората в Египте с целью контроля Суэцкого канала, и третий в протекторате Британии – Кувейте в борьбе за нефтяные ресурсы. Чтобы ослабить Османскую империю, британцы поддерживают арабское восстание, обещая независимость освобожденным территориям. Члены Антанты также пытаются взять пролив Дарданеллы, чтобы открыть водный путь к России и оказать ей поддержку. Но османские войска успешно противостоят им. Наконец, Италия объявляет войну Австро-Венгрии в надежде завладеть новыми территориями. В Азии Япония вступает в войну против Германии и захватывает ее территории в Тихом океане и Китае. В Африке германские колонии захватываются французскими, британскими и бельгийскими силами. Многие жители колонизованных территорий призываются в европейские армии. Франция мобилизует около 800 тысяч человек, большая часть которых направляется в Европу. В свою очередь, Британская империя призывает 2 миллиона и 700 тысяч человек из своих доминионов и колоний, более половины из них из Британской Индии. На Балканах Болгария все же вступает в войну на стороне центральных держав с целью расширения своей территории во всех направлениях. Сербия подвергается атаке по двум фронтам и быстро оказывается захваченной. На Западе Германия продолжает внедрение военных инноваций. Она становится первой, кто применяет бомбардировки с воздуха, осуществляемые дирижаблями Цеппелин. Лондон и Париж регулярно становятся объектами таких атак. Воздушные силы изначально используются для слежки и рекогносцировки, но самолеты довольно быстро оснащаются пулеметами, и это дает начало первым воздушным сражениям. В то же время Германия начинает использование подлодок в британских территориальных водах, затапливая все встречающиеся на их пути корабли. В местах укрепленных позиций обе стороны применяют ядовитый газ, что приводит к многочисленным жертвам. Британцы становятся первыми, кто создают и используют в сражениях танки. Несмотря на некоторые попытки прорыва, линия фронта остается неизменной, ценой больших потерь. В укреплениях солдаты, которым удается выжить в сражениях, вынуждены жить в сложнейших условиях. Грязь, бактерии, крысы и запах разлагающихся тел испытывают их на прочность. Весной на французской стороне начинаются мятежи, которые удается подавить. Это патовое положение также истощает и Германию. Теперь эта страна фокусируется на экономической войне и посылает свои субмарины в Атлантический океан, чтобы топить любого рода корабли, направляющиеся в Соединенное Королевство, в том числе торговые. Румыния вступает в войну на стороне Антанты. Но из-за неспособности противостоять атакам со всех направлений она быстро оказывается захвачена. Соседняя с ней Россия, истощенная войной, теряет убитыми более миллиона и семисот тысяч человек. Моральное состояние, как ее войск, так и общество находится в упадке. Затем быстрая революция свергает царский режим. В это же время США осознают, что они стали жертвой коммерческой блокады в Атлантическом океане. Кроме того, перехватывается телеграмма Германии с предложением Мексики союзничества против США. Последние решают вступить в войну на стороне Антанты. В России вторая революция приводит к власти большевиков, которые немедленно подписывают с центральными державами договор о прекращении огня. Урегулировав ситуацию на Российском фронте, Германия концентрирует свои войска на Западе. Ей удается осуществить прорыв, и ее войска приближаются к Парижу, который снова подвергается бомбардировкам. Но армия Германии продвигается на юг слишком быстро. Французские войска контратакуют и рассредотачивают оборону Германии. Ее войска в панике отступают на север. С этого момента союзные войска получают преимущество на всех фронтах. На юге им также удается осуществить прорыв и вынудить Болгарию и Австро-Венгрию сдаться. В Германии восстание и революционная волна вынуждают императора отречься от престола и приводят к заключению перемирия, ознаменовывая завершение Великой войны, унесшей жизни более 18 миллионов человек. 28 июня 1919 года в Версале подписывается мирный договор. Представители Германии в этом не участвуют, и страна вынуждена принять все требования победителей. Германия и ее союзники признаются всецело ответственными за военный ущерб и облагаются обязанностью выплаты компенсаций. Австро-Венгрия и Османская империя распадаются, давая начало новым странам или колониям. Тем временем Германия унижена и загнана в долги. Ее армия расформирована и ее колонии поделены странами-союзниками. Она уступает почти 15% своей территории Франции, Бельгии, Дании и воссозданной Польши. Единственным утешением Германии становится незатронутость ее промышленности из-за отсутствия сражений на ее территории. Унижение Германии зарождает в ней желание отомстить. Благодарю за поддержку на Patreon. Пользователи Александр Бородин, Александр Федосеев, Эндрю Кей, Андрей Леонов, Диди Кей, Глеб Антонов, Игорь Малиняк, Илья Корняков, Кокосик Куйс, Акинс Адвокасов, Сергей Вуслач, Владислав Белов, тот самый и Феликс Нечаев. А также всех остальных, кто помогает мне развивать скорость речи в конце роликов. Ролик взят для перевода с канала GeoHistory. Ссылка на оригинал в описании. Это крупнейший вооруженный конфликт, который знает человечество. Смертоносная война, в которой участвовали десятки миллионов бойцов по всему миру. Давайте отследим на карте наиболее значимые события Второй мировой войны. В конце Первой мировой войны Германия и ее союзники разгромлены и признаны всецело ответственными за войну. Австро-Венгрия и Османская империя после наложения на них серьезных санкций распадаются. Тем временем Германия должна погасить репарации, которые, как многие считают, являются неоправданными. Колонии и некоторые территории Германии переходят к победителям, а также вновь появившейся Польше. Германский народ воспринимает эти санкции как унижение. Немецкая экономика ослаблена чрезмерным долгом и претерпевает гиперинфляцию. Ее монетные дворы пытаются решить эту проблему, печатая новые банкноты и тем самым вызывая девальвацию валюты. За период с 1914 по ноябрь 1923 года стоимость немецкой марки падает в 1 триллион раз. В последующие годы принимаются радикальные меры, которые позволяют остановить инфляцию, стабилизируют и возрождают экономику. Но в 1929 году в Нью-Йорке начинается Великая депрессия, которая влечет за собой самый сложный экономический кризис 20 века. Ее влияние ощущается по всему миру, и Германия не остается в стороне. В ней происходит взрыв безработицы. В 1933-м в существенно ослабленной Германии приобретает популярность нацизм. Это приводит к усилению власти нацистской партии Адольфа Гитлера. Несмотря на строгие условия, в которых находилась Германия после Первой мировой войны, новый тоталитарный режим переустраивает страну и восстанавливает военные силы. Страна также начинает вести агрессивную внешнюю политику, мечтая о воссоединении всего немецкоговорящего населения. Италия, несмотря на победу, одержанную вместе с союзниками, разочарована количеством территорий, отошедших ей после Первой мировой войны. С 1922 года эта страна управляется диктаторской фашистской партией во главе с Бенито Муссолини. Италия начинает колонизационную политику, нападая на Эфиопию, и подготавливает будущее вторжения в Албанию. В Испании начинается трехлетняя гражданская война между республиканским правительством, поддерживаемым СССР и интернациональными отрядами, и националистическим лагерем, возглавляемым Франциско Франко при поддержке Италии и Германии. Две страны используют эту возможность, чтобы испытать свои армии и сблизиться дипломатически. В Азии Япония продолжает свою экспансионистскую политику. Она использует гражданскую войну в Китае для захвата новых территорий. Японская армия использует химическое и биологическое оружие, уничтожая при этом мирное население. Германия уже обладает достаточной мощью, чтобы начать территориальную экспансию. Сперва она аннексирует Австрию при поддержке местной нацистской партии. Следующей становится Западная Чехословакия. Словацкая республика становится сателлитом Германии, а в это время Венгрия сближается с ней дипломатически. После оккупации части Литвы, Германия и СССР заключают пакт о ненападении и составляют план раздела Европы. Они совместно атакуют Польшу, что влечет за собой объявление Великобритании и Франции войны Германии и ознаменовывает начало Второй мировой войны. Хотя немецкие силы сконцентрированы на Востоке, на Западе союзные войска не берут инициативу в руки. В свою очередь Советский Союз нападает на Финляндию, чтобы завладеть территориями, близкими к Ленинграду. Но столкнувшись с серьезным сопротивлением, он получает лишь 10% территорий страны. Франция и Великобритания пытаются отрезать стратегические поставки железной руды, проходящие через Норвегию и снабжающие немецкую военную индустрию. Германия отвечает вторжением в Данию и Норвегию. За считанные дни она захватывает Люксембург, Нидерланды и Бельгию. Новая военная стратегия Гитлера называется Блицкрик. Она ошеломляет оборону противника быстрыми и интенсивными атаками с большой концентрацией войск. Британские войска отступают перед лицом немецкой военной мощи, и германская армия стремительно наступает на Париж. Французская армия оказывается побежденной и подписывается мирное соглашение. Германия занимает Северную и Западную Францию, прочие территории и колонии которой переходят под контроль нового правительства. Таким образом, Германия получает непрямой контроль над французскими колониями без необходимости отправки туда своей армией. Однако часть французских колоний и бельгийского Конго предпочитают остаться в лагере союзников. В Лондоне, где уже располагаются семь изгнанных правительств, генерал Шарль де Голь создает Свободную Францию, которая продолжает бороться с нацистской Германией. Бразовиль становится столицей нового государства. В соответствии с соглашением с Германией, Советский Союз захватывает государства Прибалтики и часть Румынии. Германия, Италия и Япония объединяются, формируя ось. Все доминионы и колонии Британии, за исключением Ирландии, вступают в войну. В Африке между итальянскими колониями и силами союзников идут сражения. В Европе осуществляются масштабные бомбардировки британских городов, но Германия не может захватить эту страну. Тогда Гитлер меняет свой план. Он хочет вторгнуться в СССР. Но начало исполнения этого плана задерживает Италия, которой не удается захватить Грецию и которая вынуждена отступить под давлением сил союзников. После вступления в ось Венгрии, Румынии и Болгарии, германская армия направляется на юг для захвата Югославии и Греции. По всей Европе в различных формах организуется сопротивление. Иногда люди устраивают забастовки, демонстрации или защищают разыскиваемых людей. Некоторые группы осуществляют шпионаж в пользу союзников, проводят саботажи или выпускают газеты сопротивления. В Восточной Европе партизанские отряды оказывают сопротивление войскам ОСИ. В Югославии и Греции группы коммунистов и роялистов, входящие в сопротивление, противостоят друг другу. Антинацистское сопротивление не обходит стороной и Германию, где происходят несколько попыток убить Гитлера, которые оканчиваются неудачей. 22 июня силы ОСИ начинают по некоторым подсчетам самую крупную военную операцию в истории, нападая на СССР, который теперь де-факто вступает в состав союзников. Массивное немецкое наступление, хорошо оборудованное и моторизованное, стремительно прорывается на восток. Финляндия присоединяется к этому нападению с целью вернуть свои утраченные территории. Для поддержки Советов союзники занимают Иран, который открывает маршрут снабжения через Кавказ. СССР также перемещает свою промышленность дальше от линии фронта и приспосабливает ее для военных нужд. Немецкие силы подходят к Ленинграду и начинают длительную блокаду города, которая длится 872 дня и при которой погибают свыше 1 миллиона жителей. Южнее немецкое наступление останавливается прямо перед Москвой, где начинается суровая и смертоносная зима. За линией фронта СС истребляет славянское и еврейское население. В Азии Япония оккупирует французский Индокитай. Реагируя на ее экспансионистскую политику, Соединенные Штаты накладывают эмбарго на масло и железо. В ответ на эти действия Япония проводит неожиданную атаку на военную базу Соединенных Штатов в Пёрл-Харбор. Массивные воздушные бомбардировки повреждают немалую часть военного морского флота США. Соединенные Штаты вступают в войну на стороне союзников. В первую очередь они концентрируют свои силы в Тихом океане. Они также оказывают поддержку СССР, который продолжает сдерживать немецкое наступление. Япония, в свою очередь, нападает на Филиппины, где располагается американский флот, а затем захватывает европейские колонии в Тихоокеанском регионе. Помимо массового уничтожения людей, Япония отправляет 10 миллионов китайских жителей в военные трудовые лагеря. В Индонезии миллионы заключенных на острове Ява ожидает та же участь. В Бирме и Таиланде измученных пленных заставляют строить железную дорогу. Более того, сотни или даже тысячи женщин принудительно привлекаются к военной службе в японской армии. В Европе в концлагерях массово истребляются различные группы. Евреи, партизаны, политические оппоненты, цыгане, гомосексуалисты и люди с ограниченными возможностями. Опасаясь открытия Второго фронта в Европе, Гитлер строит Атлантический вал – серию военных укреплений, защищающих берег от вторжения. Но союзники сперва высаживаются в Марокко и Алжире. Итальянская Ливия оказывается зажатой между двумя фронтами. Потеряв контроль над своими колониями, Вишистская Франция подвергается вторжению со стороны Германии. На востоке немецкие силы пытаются отрезать кавказский путь снабжения. Немецкое наступление впервые терпит крупную военную неудачу. Советы берут инициативу и начинают контрнаступление. Африка полностью контролируется союзниками, которые теперь организуют высадку на Сицилии. Новое итальянское правительство просит заключения мира, и это вынуждает Германию вмешаться. СССР стремительно продвигается на запад, заставляя немецкую армию сконцентрировать свои войска на Восточном фронте. 6 июня 1944-го союзники высаживаются в Нормандии. Их войска быстро прорываются на фронтах и освобождают Париж. И на западе, и на востоке страны освобождаются или же добровольно переходят в противоположный лагерь. Осознавая близость победы, союзники объявляют о создании ООН. Страны, объявившие войну Германии или Японии, приглашаются на ее заседание. Это вызывает волну объявлений войн, но они не несут значимых последствий. 30 апреля, незадолго до прибытия советских войск, Гитлер совершает самоубийство в своем бункере. Через 8 дней его страна капитулирует. Советский Союз и Соединенные Штаты объединяют силы для наступления на Японскую империю. Советские войска начинают военное наступление в Манчжурии и на Курильских островах. В то время как США сбрасывают две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 2 сентября Япония подписывает акт о капитуляции, что означает окончание Второй мировой войны. После шести лет войны человеческие потери составляют свыше 60 миллионов убитыми, в большинстве среди гражданского населения. Многие города полностью разрушены. Европа и СССР направляют миллионы немецких военнопленных на принудительные работы. Многие из них погибают. Германия и Австрия разделены странами-победительницами. Старая гвардия европейских сил измучена и разрушена войной. Соединенные Штаты Америки и Советский Союз остаются единственными мировыми державами. Несмотря на роль ООН, которая стремится поддерживать мир и интернациональную безопасность, обе стороны в конечном итоге участвуют в непрямой конфронтации, охватывающей весь мир.